Всем-всем доброго денечка! Сегодня буду делать фаршированную тыковку. Она у меня сегодня очень маленькая, миниатюрная. Я ее уже распотрошила, вычистила все семечки. И так как она у меня очень маленькая, поэтому и начинка будет такая простая, то есть без заморочек. Мясо свинина кусочек, лук, специи и растительное масло еще понадобится немного. В принципе и все. Лук порезала небольшими кубиками. И мясо тоже прямо маленькими кубиками, примерно сантиметр на сантиметр. Мясо и лучок отправляем на сковородку на самый сильный огонь и немножко обжариваем. Тыквочку сдабриваем специями. Если вам не нравятся специи, то можно просто подсолить. У меня вот такая приправа, она идет сразу с солью, поэтому я уже не подсаливаю. И в мясо с луком я также добавила немного этой приправы. Мясо с луком немного обжарилось. Можно закладывать его в нашу тыковку. Тыквочка полностью запакована. Сверху я постаралась, чтобы было побольше лучка, чтобы мясо не подсохло, а запекалось такое, в соку было сочным. Сверху закрываем крышечкой и сейчас поставим в духовку. Ставим температуру 200 градусов и примерно она так-как маленькая 30-40 минут. Если у вас тыква большая, то уже часика-полтора. Тыква готова. Можно доставать. Вся скворчит. Аромат просто обалденный. Вот какая красоточка у нас получилась. Все пропеклось. Тыковка мягкая вся, прокалывается очень легко и просто. Сейчас посмотрим, какая она внутри. Ну и конечно же все пропеклось. Мясо свинина, которое быстро очень делается. Аромат стоит очень даже вкусный. Можно также, в принципе, и порезать порционно. То есть, в принципе, вот эта тыковка маленькая, мне кажется, взрослому мужчине ее и одному. То есть, если же тыква большая, потому что я иногда и большие делаю тыковки, то можно разрезать, в принципе, порционно на несколько частей и тоже, в принципе, кушать. Вот так еще можно порезать и давать каждому часть своей тыквы. Вон как она вся пропеклась, мягкая на мягкая. И, конечно, напитались соком друг друга мясо соком тыквы, а тыква соком мяса и лука. Когда большая тыква, я еще добавляю картошку, можно грибы добавлять. В общем, все, что вам нравится. Ну, а я всем желаю приятного аппетита, хорошего настроения и замечательного вечера. Продолжение следует...